У нас сегодня матч непростой, у нас сегодня матч международный. Я не буду приветствовать вас на разных языках, скажу только, что Юрий Розенов и Василий Соловьев будут вести репортаж об этом матче. Ну что ж, мы долго ждали именно этого, первого удара по мячу. Дется. Хороший шанс до удара, дистанция не имеет значения, потому что позиция требует удара по воротам. Это шанс. Защита в эпизоде лучше нападения. Да, пройти было сложно в этой ситуации, и форвард явно спасал, выпустив мяч за боковую. Вот давайте посмотрим, да, он с мячом-то хорошо обращается, но особенно опасен. Там, где соперник про него забудет. Классический 9-й ноль. И вот он, первый в этой встрече гол. Действительно, его ищут, штрафной ищут, зная, что он сумеет освободиться, и зная, что он бьет с обеих ног, и, как правило, попадает в рамку. Так что гол, может быть, внешне он и не самый красивый, но я скажу, что гол очень хороший, качественный. Реакция сумасшедшая, но самое главное, вот он был там, где нужно. Как ему это удается, я не знаю. Именно головой легче всего поставить вратаря в тупик. Швейнштейгер. Думаю, надо бить и забивать. Вот момент. И это гол. И это ничья. Часто говорят, перейдем, да? И пяточка. Какой красавец. Думаю, надо бить и забивать. А-а-а. Хорошо располагается защитник на пути мяча. Возвращаясь к Франции. Французы. Между прочим, для футбола они сделали не меньше, чем англичане. А? Ну, меньше, не меньше, но сделали много. Англичане футбол изобрели. Французы придумали международные турниры, которые разыгрываются до сих пор. Чемпионат Европы, Кубок Европы тогда, например. Да и трофей за победу в мировом первенстве тоже французское изобретение. Потому что изначально название насел он как Кубок Жуля Реме. И долгое время французы не могли прикоснуться к этому трофею. Сломать неприятную традицию удалось лишь в 98-м году дома, когда блистательная команда под предводительством Зенитина Зидана взяла да и выиграла домашний чемпионат. Очень обещающая атака сборной Германии. Почти что гол. Томас Мюллер. А это гол. Не мы первые сказали, что на удары головой вратарю среагировать 100 крат сложнее, чем на удар ногой. А на этот удар вообще никто бы не среагировал. Сто процентно. Бам. На то она и голова, чтобы ею играть. Бабана. Очень трудно сдвинуть с места Карима Бензима. А вот не удастся ли мяч отобрать у него другими способами? Томас Мюллер. Швайнштейгер отлично выбрал позицию и совершил перехват. Думаю, бей. Чуть-чуть поторопился игрок и забежал в офсайд. Федера. Целая серия удачных передач в современном футболе. Это редкость, потому что все больше и больше торжествует команда, которая действует на ограничения. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Швайнштейгер. Закончился первый тайм. На табло двойка и единичка. Итак, вторая половина игры. Свисток арбитра. Поехали. Редкий такой случай в игре, когда вроде бы мяч никому не достался и пространства много. Давайте торопитесь, ребята. Удачный проход. Хороший момент. И правильно, что команда старается часто бить по воротам. Да, Вась? Почувствовали, наверное, что вратарь сегодня не с той ноги встал. Да, сколько раз, интересно, они его еще пробьют сегодня. Такие большие ворота, а бьют все равно под перегладину. Абсолютно правильно. Прямая линия и вектор. Ну, давай. Ах, как обидно. Ведь это был бы третий гол этого футболиста. Третий в сегодняшнем матче. Швайнштейгер. Джером Баттенг. Культура паса, культура игры. И продолжается атака. Вот обыграл один в один. И сразу перевес Чистеный может быть. Похоже, его передышка была нужна после отбора. Потому что кажется, что он мяч теряет снова. Вот шанс забить. Это шанс. Удар. Ох, какой удар. И как вратарь играет. Думаю, надо бить и забивать. Опасно. Томас Мюллер. Вне игры. Магана. Магана. Дело заканчивается пока, что угловым у ворот соперников французов. И удар головой. Герце. Достаточно жесткая борьба идет за этот мяч. Жерон Баттенк. Регера. Свисток арбитра. Оффсайд. Тренер пытается добавить свежих сил. Свежего взгляда может быть. Вот и выходит новый игрок. Швайнштайгер. Борис. И вот он удар по воротам. Спасает голки по воротам. Но придется еще ему стараться. Балбэна. Просто оседлали чужую половину поля. Расхаживают возле чужой штрафной, как возле своей. Больше поперед играет. Но у чужой штрафной это опасно. Ну и кто в штрафной эту передачу готов принять? Передача находит адресата. И... Думаю, надо битву забивать. Это не пас, это не куда-то, это откуда. Из своей штрафной. Отличный выбрал позицию и совершил перехват. Березина. После этого свистка нам остается только вспоминать. На прошедшем матче. Да, это уже история. Как говорится, пустячок, но приятно. Вот это я понимаю. В любой встрече, пусть она товарищеская, ребята играют на победу. Ну и прощаюсь уже быстренько. Нервов мы потратили немало. Комментатор ваш Юрий Розенов. До новых, надеюсь, скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok